Мы говорили про полное срастание с вами, да? Теперь не полное срастание, ну, допустим, у тех же самых птиц или кроликов, представляете себя? Вот особенно на задних лапах кроликов очень хорошо видна такая конструкция. А давайте птичью. Есть шансы, что вы в следующий раз, когда пыли на окрачок будете есть, так? Так, косточки внимательно рассмотрите и убедитесь сами. Смотрите, как вы видите, в одном коленном суставе. Вот так. Соответственно, вот это какая кость? Бедренная. А вот это какая? Большая, малая, берцовая. Обратите внимание, стороны коленного сустава у нас две точки крепления, и большая, и малая, имеют свою суставную поверхность. А вот с стороны коленостопа? Одна. Одна. Просто не дорастает малая берцовая до этого сустава. Вот такая полуторная схема. Это было по поводу редукции того, что может уменьшаться. А теперь, я вам говорил, что никогда не происходит увеличение количества лучей. Да? Значит, это утверждение. Если бы вы прошли на высокие туры школьной биологической олимпиаде на Киопарке, вам бы на кафедре ЗП подсунули скелетик летучей мыши и скелетик крота. И предложили посчитать пальчики. В передней лапе крота, как ни считай, шесть. А в задней лапе летучей мыши, как ни считай, семь пальцев. В чем дело? Одни пальцы. Лапы крота, передняя лапа крота, зачем нужны? Чтобы пройти землю. Но представьте себе, вы вот так вот зарываете землю и дальше прорываете для себя дорогу. Причем еще лапушками вы должны ведь вырубить землю куда-то пить, а вы ее уминаете в боковые стенки. Скажите, пожалуйста, какое напряжение на ладони при этом приходится? Большое. Ну, огромное. Земля вовсе не обязательно мягкая. Скажите, а какое трение кожи испытывает? Кожа ладони. Очень высокое трение. В результате у кротов вот здесь вот вдоль мизинца, в покровах, это не имеет отношения к основному типу скелета, это кожное образование, но вот так вот вдоль мизинца образуется дополнительный скелетный элемент. Несистемная кость. Это не палец. Как доказать, что не палец? А посмотрите, суставы есть или нет? А у меня одного сустава не образуется. Вообще. Вопрос, зачем нужно? Укрепляйте и расширяйте ладони. Ясно, более эффективное прокапывание будет узким совочком или широкой лопатой? Широкой лопатой. Вот, пожалуйста. С летучей мышью еще интереснее. Ну, поскольку скелет симметричный, я нарисую только одну половинку. Череп нас в данном случае не интересует. Опять, не специалистов залогов, которые первые осветят скелеты летучих мышей, всегда поражают форму грудной клетки. Дело в том, что летучих мышей – это воронка. Вот такая. Так? Причем не потому, что плечи очень узкие. Плечи-то как раз широкие, потому что плечевой сустав вот здесь. Так? Но ребра по какой-то причине сходятся вот сюда. Первые ребра исключительно короткие. А последние ребра очень длинные. Вот когда будем разбираться с полетом, вот тогда разберемся, почему такая странная конструкция грудной клетки в летучих возникает. Но нам пока важны сами конечности. И вот давайте смотреть. А как устроено крыло у летучих мышей и у крыланок? Погричь, а крыла птиц. Да, прошу. Ну, там, крылья тоже выше, но ничего нет. Просто кожа там... А кожа – ничего нет. Или кожа – это все-таки что-то есть. Как называется вот это кожное образование, натянутое между пальцами? Какая перепонка? Какая? Барабанная перепонка. Летательная перепонка. Все очень просто. Зачем эта перепонка нужна? Для ополеков. А вот теперь давайте посмотрим, как она идет. Ну, во-первых, вот телец в летучие. Само телец. Хвост, кстати, у них вполне себе разный. Правда, здесь я покорячился с размером. Задние конечности очень невелики. Передние конечности... Давайте посмотрим на переднюю лапу. Можно ли сказать, что вся передняя конечность равномерно удлинилась? Или нет? А какой отдел удлинился? Смотрите, вон он архетип. Вот схема, да? Кисть, разумеется. Причем, какая часть кисти? Как у амфибии... Ну, у амфибии не кисти, это стопа. Но переходник у амфибии вот этого длинного. И дало начало вставному кисти. А у летучих какая часть кисти? Поланги пальцев. Гигантские поланги пальцев. Очень тонкие и очень длинные. Как это связано с полетами? Почему гоняются именно пальцы? А в следующий раз будем разбираться. Теперь смотрим, как же натянута летательная перепонка. Она натянута вот так. Штрихуем. В результате динамического поверхности вот здесь вот штрихованный участок затянут как раз летательной перепонкой. А динамическая поверхность создается не в тот пространство между пальцами, но и пространство между кистью и туловищем и пространство между ногой и хвостом. А перепонка кожаная? Ну, правда, свои мышцы в ней есть, тонкие пленочные мышцы, но они тоже, чтобы они безумно сильные. Ну, теперь смотрим. Зверюка стала хлопать круглышками и полетела. Какая проблема сразу возникает? Особенно при потоках маневрировать. Смотрите, вот здесь перепонка на этом участке. Растянка между пальцами. Можно регулировать степень этого растяжения? Можно, разводя, сводя пальцы, меняя положение пальцев. Здесь можно регулировать? Можно. Здесь можно? Можно. А возникают сложности вот в этом месте, во-первых. А почему? Потому что регулировать движение ноги затруднительно, ведь эта часть перепонки все время ходит вверх-вниз во время самих взмахов. Поэтому, если двинут ногой, это сразу отразится на эффективность самого взмаха. Так? А эта часть перепонки можно было бы не ногой, а хвостом регулировать. Но тогда вторую половинку это затронет? Да. Да, затронет вторую половинку. Поэтому независимые маневры возможны или нет? Нет. Мне невозможно. Поэтому летучек, так же как у кротов, правда совсем в другом месте, по другому поводу, развиваются дополнительные скелетные элементы. Смотрим. Раз. Вот пяточные кости. Тоненькая косточка, идущая по самому краю летательной перепонки. И два. Вот таранная кость предплюсная. Тоненькая косточка, опять же, идущая по самому краю к перепонке. Зачем нужно? Да. Даже не чтобы не порвать, а чтобы она не меняла холм, чтобы она не хлопала в полете. создаёт жёсткий полётный край. Да? Вы про дельтапланы слышали? А некоторые, может быть, даже и летают. Ну, хотя, что родители могли вас покатать, потому что официально в вашем возрасте на дельтаплан, конечно, не пустят. А мало кто сейчас знает, что первое время травматизм и очень часто с летальными исходами, то есть смертельных пт-стропа, у дельтапланов были очень часто видны. В чём дело? А вот трава дельтаплана. Ну, так, снизу болтается дельтаплана. Нас в данном случае интересует, что вот рама, она образована прочными алюминиевыми, магниевыми, титановыми трубами. Так? Вот натяжная штанга. А вот это само кругу. А само кругу из-за прочных кадров. Скажите, пожалуйста, а вот эта задняя кромочка, она чем-нибудь упрочнена или нет? Нет. Нет. Поэтому при попытке маневрировать, а особенно при попытке создать большую убои атаки задрать крыло вверх, вот эта часть кромки начинает вот так болтаться вверх-вниз, что приводит к лавинообразному падению подъёмной силы. Машинка сваливается в штопор, и из-за этого штопора дальше уже не выходит. Так? Результат катастрофа. Нельзя оставлять у крыла вот такие гибкие кромки. Их обязательно надо упрочнить. Иначе будет складка. Иначе такая кромка крыла начнёт вклопить. Поэтому современно как делается? А вот сюда вот это вкладываются полосы из гибкого упругого пластика. Так? Называются они латы. Латы придумали ещё в Средневековье для того, чтобы не хлопали кромки парусов на парусных судах. Там ведь ровно такая же задачка. Кромку надо чем-то укрепить. У современной яхты, допустим, паруса как будут выглядеть. Вот значит такое выражение называется пермудское вооружение. Два паруса в рот с такси. Так вот 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 эта часть грота натянута вдоль мачта. Вот здесь есть рейт. Эта часть грота натянута вдоль мачта. А вот это имеет какой-то арху или нет? Вот для того, чтобы не хлопала сторона, вот так вот в карманчике вкладываются вата. Гибкие пластины. После этого все. Плоскость становится достаточно жестко, чтобы менять форму. И на дектакланах была использована ровно такая же конструкция. Вот они латы в летательной перепонке у летучих машин. Разобрались немножко? Продолжение следует...